А до нашей студии уже завитав есть идеолог, тот засновник альтернативной школы Мария Ким. Тоже витаемые. Доброго ранка вам. Доброго ранка, доброго ранка. Доброе утро. Мы рады видеть вас у нас в студии и с такой интересной темой на самом деле. Сережа будет очень интересно послушать, потому что он очень много у меня спрашивал по этому поводу. Я люблю альтернативные всякие пути развития, самосознание. Антеграунд любите, да? Да. Ну что ж, расскажите нам о самой идее и концепции, о том, как все начиналось. На самом деле сейчас небольшой, это небольшой секрет в стране. У нас разделились на два полюса, да, те, кто идут там по системе. Вообще во всем, в образовании в том числе. Я не беру на себя такую ответственность, это не образование, а обучение. Давайте будем говорить правильными словами, потому что образование всё-таки даёт о себе, знаете, там, дипломом, аттестатом. Ну, значит, первый миф о том, что альтернативщики не получают аттестат, это миф на самом деле. Все получают аттестаты, все образованы и так далее. Ну, как родилась идея, соответственно, всегда нас ведут к чему-то, подводят, ну, конкретно вот если говорить о школе, об обучении, ну, дети. У меня есть двое детей, да, у меня есть старший ребёнок, которому 7 лет. И, соответственно, ты растёшь вместе с ним, ты смотришь, как он развивается, соответственно, ты видишь, что это совершенно другой человек, потому что это другие люди. Начнём с этого, да. И получается, что то, что предлагается, в принципе, в обществе, не всегда ты понимаешь, что это актуально для них. У них совершенно какие-то другие интересы, совершенно другой мир, ритм жизни, восприятие мира. Возможно, они даже уже знают намного больше, чем знаем мы, а намного больше даже, чем знают бабушки и дедушки. Все знают, что ребёнок в 6-5 лет может включить любой гаджет, компьютер, чего не могут сделать люди там старшего поколения. Например, я. Вот. Ну, то есть, родилась такая идея, и изначально у меня был просто кружок дополнительности, можно так назвать, это вне классного образования. Я занималась с детьми мультипликацией. Мы делали мультики, с этого вырос огромный фестиваль. Мы понимаем, что громада, я не знаю, общество начало на это обращать внимание, появилась потребность. Люди понимают, что детям мало того, что они получают в школе. Есть некий какой-то другой ритм, такой более какой-то грузящий, заставляющийся. Здесь дети отвлекаются. И, соответственно, даже что-то еще и новое для себя узнают и получают какие-то навыки. Но тут же целый процесс. Мы сценаристы, мы и режиссеры, мы и декораторы, мы и с фотоаппаратом работаем, в конце концов. Ну и когда пришло время, время че, я его называю, давать в первый класс, мы понимаем, что нет. Ну, то есть, то, что мы… Просто нет. Просто нет. Почему я начала с фразы андеграунд? Потому что, на самом деле, это вся ситуация. Альтернативщиков много, когда начинаешь это узнавать. Есть много детей, кто учатся на домашнем обучении, экстернаты и так далее. Оказывается, существуют сообщества, которые объединяются родители, видя единственный путь, также финансово и разными-разными вариантами. Они создают какие-то свои общества, это так называемые новые школы. Ой, даже не школы, наверное, а обучение, виды обучения. Они нанимают учителей, да, таких, каких они считают нужным. Но мы пошли по другому пути, у нас есть какая-то некая идеология. Мы решили все-таки, не то чтобы родители, родительская школа, семейные школы, это больше, когда есть там некие 3-4 семьи, которые, скажем, разруливают эти ситуации. Больше пошли потому, что вот у меня есть какая-то некая концепция, все у нас построено на творчестве, да. То есть, мы понимаем, что первый-четвертый класс, это дети, которых вырвали с детства, вот так, и как бы вроде бы как заставляют их учиться сидеть за партами. То есть, это такое мое видение. Соответственно, мы нашли там подходящих людей, мы долго с ними работали. У нас всегда есть в помещении, вот, пожалуйста, вот у нас проходит урок, например, да. То есть, это у нас касса, мы учим математику. То есть, мы ее не учим на доске, мы... А вот по подбору дисциплины непосредственно, как вы их выбираете? Либо прислушиваетесь к тому, что желают детки. Ой, дисциплина хромает у всех. На самом деле, это, да, это нормально, просто у нас есть такая договоренность с мастерами и с тьютором, который сейчас, ну, который присутствует, такая профессия 21 века, уже будет набирать сейчас обороты. То, что бывают разные ситуации. Мы не давим, мы не наказываем, мы разговариваем. То есть, мы пытаемся мотивировать разговорами, приводя примеры. Для этого мы делаем демократические собрания. То есть, вот эти вот маленькие дети, они участвуют в этих собраниях. Они должны понимать свою ценность. То есть, у нас учитель не является там неким безумно каким-то эталоном, который во всем прав. Нет, учитель может ошибаться, ему тоже может быть неприятно, он может высказывать свое мнение, если есть некий конфликт даже по дисциплине. Он может сказать, «Ребята, знаете что, вот я не хочу с вами сейчас заниматься, вы меня вот, вы сейчас ломаете всю дисциплину, и вы на самом деле, вот я хочу вам что-то какое-то интересное рассказать, а вы меня не слушаете. Сори, я не буду дальше работать. Я не могу работать в таких условиях». Знаете, ну, то есть, как бы мы пытаемся им показать, как они ведут себя. То есть, где-то зеркалить, где-то переходить на их язык, дурачиться. Ну, то есть, там... Я знаю, что вы большое количество мастер-классов проводите с ними. Мы подготовили подборку фотографий по мастер-классам. И хотелось бы узнать, как дети непосредственно к мастер-классам относятся. Нравится ли им это? Ну, это же их язык, они обожают. Им надо что-то делать. На самом деле, любая деятельность... У нас это, например, крафт-театр. То есть, мы предложили им не просто рассказать историю про волшебника изумрудного города, мы ее создали вместе. То есть, это используются любые подручные материалы. Ну, в данном случае, это крафт-бумага, там, скотч, солома. То есть, у нас был соломенный человек, железный человек. Железный человек. Да, мы делали из фольги его там. Ну, то есть, опять же, мы пели песни, ходили... Ну, то есть, причем, что в этом должны участвовать и родители. То есть, понимаете, у нас... Ну, мы наравне. Самое главное, наверное, в этой новой школе, что мы должны быть наравне. У нас нет надзирателей, я не знаю, человека, который там должен наказывать или поощряет. Ну, то есть, все как-то должно происходить естественно. Дети ощущают себя комфортно. Да, но мне кажется, это так, что... Ну, знаете, мне есть с чем сравнить. К сожалению, нет статистики, ее никто не ведет. Но дети, которые пошли иным путем, они не хуже, там. И я не могу сказать, что, может быть, там, суперлучше, но у них есть такой некий интерес к жизни. То есть, самое главное, вот сейчас, не потерять этот интерес. Самое главное, вот эти первые, там, 4 года просто дать возможность, чтобы человек был все время в процессе поиска, ну, помочь ему искать, как бы. Дальше, конечно, история другая, там, старшая школа, средняя, там, немножко другие принципы, но... Ну, а вот к средней и к старшей школе применяется такая же альтернативная программа? Я думаю, да, но, понимаете, там уже, опять же, по опыту тех, кто уже прошел путь, там, 7-5-летний, они уже другие. Эти дети другие, которые вот так вот 5 лет отучившись, у них есть какие-то направления. Они, например, понимают уже четче, что они хотят. И, соответственно, уже там подыскиваются мастера под эти все потребности, да. Они уже идут, скажем, за авторитетом. Но за авторитетом не в плане того, что человек должен их тоже, там, скажем, сидеть, слушать. Я тут главный. А с своими действиями, скажем, да, с своими какими-то наработками, что вот они пришли, например, к гончару, они видят то, что он делает в гончарной. Вот для них это авторитет. Они понимают, что здесь они сейчас чему-то научатся. Мария, мне вот еще интересно услышать ваше мнение. Я думаю, все мы слышали историю о том, как двоечник. Да, обожаю двоечник. Ученик с красным дипломом. Двоечник почему-то добивается успехов в жизни, а человек с красным дипломом без привлечения, потому что я сам слышал такие истории, у меня есть такие одноклассники, почему-то куда-то поступают, их отчисляют, потом опять поступают, их отчисляют, и, собственно говоря, человек без профессии, без какой-то цели. И вот некоторые психологи даже советуют, зачем эти оценки нужны вообще? Ну да. Зачем мне нужны? Мне это интересно, как вы относитесь к этому, к этой системе оценок. Оценок нужно ли вообще это делать? Очень плохо отношусь. Но дело в том, что я считаю, что оценивать вообще это на самом деле очень плохо, особенно в раннем возрасте. И непродуктивно. И непродуктивно. Но дело в том, что кто нас оценивает, начнем с этого. Ведь это тоже, мы можем долго об этом говорить, на самом деле, потому что вся эта система придумана не просто так. Она придумана разделить на классы, ну, показать, скажем. Да, мы должны понимать некий рост. Ребенок должен видеть свою динамику. Для этого, например, в нашей школе мы придумали деньги. Свои деньги, которые у нас ходят. Они называют лучики, валюта. То есть для чего она придумана? Не для того, чтобы мы растим коммерсантов. Нет. Ну, то есть мы, опять же, исходим от детей. У кого-то, я знаю, там есть наклейки. У кого-то там еще какая-то система, которая нравится детям. Но дело в том, что они понимают, вот если он сейчас заработал эти деньги, то у нас в конце есть ярмарка, он может что-то на нее купить. Банально, да? Ну, как бы для них это такой стимул. Они покупают вот на этой ярмарке, что они хотят. И они там меряются так, сколько заработают. Причем, что деньги они могут даже заработать, если они уберут класс. У нас есть мальчик, который системно убирает школу. Он решил пойти другим путем. Я ему, типа, буду убирать. Мне за это дают деньги. Ну, то есть любой труд поощряется. Ну, а почему нет? Дело в том, что человек может держать в чистоте пространство. Это большой плюс в 7 лет. Ну, то есть есть какая-то стимуляция. Но я не считаю, что это оценивание, я считаю, что это больше какая-то награда. Вот за награду да, я да. Я за. А вот это очень помню. Ну, что я помню, как у нас в школах. Так, кто сегодня будет убирать класс? Не я, не я. Пожалуйста, только не я. А тут я же буду зарабатывать лучики. Да. Причем, что это потом уже начинает влиять на других детей. Они такие, ну, надо, наверное, помочь. И из этого всего выходит какое-то даже коллективное. Они уже начинают потом один за другим. Они начинают понимать, что это их пространство. Они здесь, здесь же мусорят, здесь же они убирают. Ну, как бы это все их. Они за этим должны следить. Оно как бы не школа, где ты пришел. Я не буду там переходить, да, на какие-то там конкретные. Ну, вот если где ты пришел, ты здесь вроде как гость. И тут надо все аккуратно. И там шаг влево, шаг влево. Ну, то есть здесь их правило. Хотите, пусть все валяется. Хорошо, но завтра вы придете, как бы вам уже там здесь сидеть. Оно дальше будет валяться. Это ваш выбор, скажем так. То есть постоянно какие-то провокационные идут к ним. Даже вопросы, беседы. Что мы, как бы, вроде подводим их к этому сами. Но они действительно к этому приходят. Они же видят. Они с осознанием делают все свои, по каждому поступку. Но пока это было так. Насчет двоечников. На самом деле все известные люди, они двоечники. Это тоже статистика. Хорошо. Не потому, что они плохо знали материал. Ну, потому что, наверное, просто вот это вот оценивание. Оно действительно, ты лучше, ты хуже. На самом деле все дети от Бога. Все люди от Бога. Как говорится, у каждого свой талант. Вот мы до этого как раз с прошлым гостем об этом говорили. Что каждый у нас талантом рождается. Конечно, сто процентов. Нет, на самом деле школа заточена на более академические таланты. Постоянно об этом говорит тютерская ассоциация. Что она не меняется система. Они сейчас пытаются ввести реформы. Молодцы. Спасибо им большое. Время. Да, ну, как бы ждать очень сложно. Есть люди, кто ждет. Мы пошли опять же. Просто мы видим какой-то потенциал в себе. Наша команда. Естественно, пошли вперед. Я не знаю, что из этого выйдет, но то, что я вижу сейчас, мне уже нравится. И я понимаю, что, например, касательно того, что все от Бога, а школа рассчитана, да, это у нас дом. Вот это наша команда. Мы тут печем торты сами для себя. О, торты. Можно к вам, да? Да, 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 да. Причем там тоже безглютеновые. Вам ребенок расскажет любой, что такое глютен. Они на переменках... И они же участвуют с вами. Да, да, да. Они, например, вот это почтовые ящики, они получают письма туда с их фотографиями. И у них есть стимул читать, соответственно. Письма даже. Да, это не письма, это объявление. Это они искали себе друзей в школу, когда мы набирали первый класс. Они сами писали, а мы из этого уже сделали плакат. А вот хотелось бы мне еще узнать, кто может принять участие в обучении? Кто может начать учиться? Начать учиться могут быть любой... То есть у нас вроде бы от 6 до 7, да, мы так себе поставили рамки, потому что мы набирали первый класс. Но мы видим, что сейчас есть потребность там 3-й, 2-й класс. То есть мы, возможно, даже рассматриваем разновозрастные группы. Это тоже реально. Все системы, они уже давно придуманы, та же Монте-Сори. То есть есть моменты, когда ты можешь в одной группе преподавать, скажем, разные уровни. Плюс это дети просто уходят со школы, многие приходят в альтернативу, переходят. Ну, потому что дети разные. Не потому что на самом деле школы плохие, но кому-то действительно нужно массово. Массово. То есть кто-то не может без общества, и нужно, чтобы было 40 человек. Есть и такой темперамент, скажем, у человека, да, ему это подходит. А есть дети, на самом деле, во-первых, инклюзию никто не практикует у нас в стране. У нас все инклюзивные дети, то бишь дети с особенностями, они в изоляции. То есть никто не занимается их образованием, а я считаю, что на самом деле они могут учиться, скажем, с нормой, так называемой, да, детьми, которые подходят под слово норма. Но те же, я не знаю, ДЦП, колясочники, я не считаю, что интеллект, их как-то отстает от интеллекта детей, которые подходят под название норма. Просто у них есть какие-то особенности в движении, да, но все реально. У нас мечта такая универсальная школа, мы хотим практиковать инклюзию, мы хотим, чтобы в эту школу ходили разные дети с разными способностями, особенностями. То есть если родителям приглянулось, они решили, они могут смело брать и приходить. Смело брать и приходить, да. В течение года все это юридически, слава богу, сейчас доступно. И сейчас миллион способов оформить ребенка на экстернат. Это все законно, то есть ребенок не гуляет в воздухе, как все думают. Опять же, то есть это все моменты решаются, тут ничего страшного нет. Мария, ну в Америке, например, норма, когда ребенка отдает в школу в два года, там, например, музыкальная школа, ребенок маленький, ничего не понимает, но он что-то там бьет, что-то там пытается. Там для них норма, ну для ихнего менталитета. Ну, может быть, не очень корректно загадывать наперед, но мне интересно, по вашему субъективному мнению, когда такой, может быть, переломный момент, может настанет, когда хотя бы 50% вот таких, да, вот 50% детей будет посещать такие школы. Может быть, через 50 лет, через 10 лет, через 5. Как скоро примут. Да, очень сложно. На самом деле, тяжело программировать с нашим менталитетом даже на год вперед. Но я хочу сказать, что надо, когда люди задумывают, я не могу сказать время, я вижу, что сейчас, ну на самом деле, не все очень хорошо вообще в принципе в обществе. Время такое. И на самом деле, все равно не зря все, что происходило, происходило там в том же Майдане. Нужно отдать дань людям, которые там были. Я против государства в данном случае, наверное, выступаю. Но не то, чтобы против, я как оппонент, не знаю, в оппозиции к ним. Потому что задумывается, знаете, тогда, когда на самом деле уже задумывается. Вот под патронатом жены Порошенко, нашей уважаемой леди, например, сейчас очень поднимается актуальный вопрос той же инклюзии. Они сейчас очень активно в министерстве обучают педагогов на то, чтобы они умели работать с инклюзивными детьми. Потому что, опять же, есть статистика, после которой не попрешь. Есть уже 2-3 человека на класс. То есть прогресс идет. Которые уже есть в этом классе. И с ними нужно что-то делать. Ты не будешь их наказывать, ты не будешь их делать изгоем. То есть это уже не гуманно, как минимум. Мы живем все-таки совершенно в другом обществе. Уже они задумываются об этом. Но это сложный процесс. А будет еще хуже, когда мы поймем, что у нас очень много экономистов и юристов в стране. Работать некому. У нас нет столяров, извините, у нас нет сантехников. Я считаю, что у нас вообще нет простых профессий. Которые, кстати, могут нормально сказать. Да, у нас есть иерархия, математика и языки. Why? Почему так? Почему у нас не может быть другие профессии, подниматься вопрос. Ну, на самом деле все дети разные, интеллект разный. Ну, то есть это видно на самом деле. Когда ты даешь им какую-то вариацию на тему, там, есть то-то, 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 то-то. Они уже как-то сами направляют дети, что им больше. Ты уже видишь. На самом деле хороший человек, учитель, просто человек. Я не говорю, что педагог с миллионом образований, просто он видит уже, что ребенку интересно. Он по итогу дня проводит какое-то резюме, что вот, там, Вася заинтересовался тем-то, тем-то, был активен в том-то, том-то. Ну, мне кажется, поэтому и делаются выводы по ребенку, на самом деле, по жизни, как он живет в школе. Все дело в правильности предопределения. Ну, вот когда мы столкнемся с тем, что у нас одни экономисты, у нас одни, там, я не знаю, юристы, еще там массу каких-то есть определенных профессий, ну, вот тогда будет беда. Ну, в топе, которая сейчас профессия. Да, она уже, в принципе, и существует, да. Что ты понимаешь, что у нас элементарно люди не обученные. Вот если он контролер, там, не знаю, в поезде или в трамвае, он обязательно должен быть хамом. Ну, то есть, я считаю, что почему нет школы для контролеров в троллейбусе или в трамвае? Ну, то есть, вот эти моменты, их нужно замечать, нужно проводить работу с людьми. Вот я об этом. А участвуйте с детьми, чтобы... С детьми, да. Мария, дякую, дякую. Да, спасибо вам большое. Спасибо большое, да. Можно говорить бесконечно. Да, да. Видите, на самом деле, это единственная беседа, на которой можно общаться бесконечно. Спасибо за такую содержательную вам... Спасибо Николаеву, потому что я здесь родилась. На самом деле, школа в Киеве, может, многие не знают. Я думаю, что... Мы надеемся, что Николаев, да, тоже начнет активно двигаться в этом направлении. Спасибо.